В юбилейном микрорайоне замороженным стоит спортивный комплекс. Расположен он при 89-й школе. Но после завершения всех работ местные власти планировали, что заниматься там смогут жители близлежащих домов. Однако, чтобы закончить строительство, необходима поддержка краевой администрации. Глава региона поручил подготовить всю необходимую документацию и доделать спорткомплекс на условиях софинансирования. Достроить нужно в микрорайоне и плавательный бассейн. Все работы там уже давно были приостановлены. Все дело в том, что при возведении чаши подрядчик отошел от проекта. Однако в этой ситуации никто не снимал ответственности с чиновников, напомнил Бениамин Кондратьев. Выиграть может кто угодно, а вот строить как угодно никто не может. И если кто строит, то это как угодно. Значит мы в первую очередь позволяем. Не надо коллеги из себя ответственность снимать. Не нужно. Мы позволяем в первую очередь подрядчикам строить как угодно. Притом за муниципальные или государственные деньги. Мы позволяем. И как правило сами себя ни в чем не виним. Вот в чем еще парадокс. Поэтому если бы понастроили это, ну хорошо, что вчера. Я надеюсь, что сегодня никто так больше строить не будет. Я еще раз подчеркиваю, персональная ответственность и на вас, и на вас за то, как мы сегодня строим и как вовремя мы сдаем объекты в эксплуатацию. Отойти от правил бездумной застройки должны не только крупные подрядчики, но и малый бизнес. Во время объезда по Краснодару к губернатору обратился местный житель. По словам горожанина, к первым этажам их дома предприниматель пристроила помещение для своего магазина. По мнению жильцов Высотки, сделала бизнесвумен это незаконно. Вениамин Кондратьев выехал на место, чтобы лично оценить ситуацию. Она купила квартиру, и вообще разговор был с председателем, что она выведет жилого в нежилой. Она сделала пристройку, то есть обманула председателя этого дома. Если это самострой, то в суде никто заканивать ничего не будет. То есть мы сносим. Если это есть разрешение и согласовано с властями города, то докажите, что это не угрожает жилцам однозначно. А второе, что оно необходимо и нужно. Вениамин Кондратьев поручил тщательно разобраться городским властям и разрешить конфликт. Продолжение следует...